Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня у нас с вами KFC. Взяла большой такой напиток, немного его разлила, но да ладно. Картошку фри, соус, взяла крылышки острые и бургер. Называется он KFC темный бургер. Что мы будем сегодня обсуждать? Частенько бывает такое, что мне в комментариях пишут Айка, ты завралась. Ты в прошлом видео говорила совершенно по-другому, а в этом видео говоришь совсем по-другому. Ты, наверное, не помнишь, как ты говорила раньше и все свои истории придумываешь. Коротенькая трубочка, ужас какой-то. Что, подлиннее не могли положить? Так вот, я бы хотела ответить всем таким комментаторам, что, ребят, у меня очень плохая память. Иногда я истории рассказываю спустя 2 года, спустя полтора года, в той же последовательности, в тех же деталях, как рассказывала изначально. Поэтому я свои истории никогда не придумываю. И иногда несостыковки, которые бывают, я всегда могу объяснить. И сегодня хотелось пообъяснить одну несостыковочку. И когда вы видите, что я раньше говорила одно, а сейчас говорю другое, обязательно пишите об этом мне в комментариях. Я объясню, почему я тогда говорила так, а сейчас говорю по-другому. Итак, Маргот пишет комментарий. Айка, ты говорила, что твоя бабушка бедно жила и носила одну и ту же одежду с сестрой, а тут говоришь, что она из обеспеченной семьи. Действительно, я раньше говорила так, а в видео, во влоге я показала кровать, которую бабушке дали как приданной. Типа, это была очень крутая кровать. Так вот, объясню сейчас, почему. Дело в том, что отец моей бабушки, то есть мой прадед, был кулаком, как раньше это называлось, да? Он был зажиточным крестьянином. По крайней мере, бабушка так рассказывала. И вот когда была большая разница между людьми, которые живут в деревне, один очень богатый, другой очень бедный, государство, в то время это СССР, очень интересовалось этим человеком, и его сажали в тюрьму, чтобы он объяснил государству, откуда у него столько имущества. Раньше как считали? Если у тебя больше, чем у твоих соседей, причем намного, значит, обязательно ты где-то у кого-то что-то украл, и таких людей раскулачивали. И этот момент был переломный в жизни моей бабушки. Да и вообще всей семьи, представьте, глава семьи, которая зарабатывает, живет его хорошо, и вдруг без никаких доказательств просто сажают в тюрьму. И мой дедушка, он сидел в тюрьме, имел больше имущества, чем соседи. Какая глупость, вот реально, я сейчас задумываюсь. Сначала об этом рассказывала моя бабушка, затем уже в школе я читала литературу на эту тему. И действительно такое было. Не имея никаких доказательств, просто сажали в тюрьму. И вот тогда началась черная полоса в жизни моей бабушки, да и всей семьи в целом. Бабушка была самой младшей. И вот тогда они с сестрой уже, когда ходили в школу, носили один жакет. То есть приходила первая смена ее сестра, снимала этот жакет, быстро давала ей. Она надевала этот жакет и шла в школу. Приходили, обыскивали их дом. Забирали все самое ценное. И слава богу, моей прабабушке, то есть матери моей бабушки, у нее был такой пояс интересный. И она все золото, которое ей дарил муж, засунула в этот пояс. Никому же не придет в голову, при обыске дома искать драгоценности в поясе жены. То есть это даже было бы как-то неэтично. Провели обыск, отобрали все, что есть ценное. И вот это золото помогло в дальнейшем ей. Она потихоньку продавала это золото. И они жили. А потом в дальнейшем брат моей бабушки учился за эти деньги в университете. Представляете, как помогло ей это золото. И вот всегда бабушка, когда мы едем на машине куда-то, не знаю, на такси, бабушка оборачивается направо и налево и всегда говорит, вот я смотрю, у людей такие дорогие машины, такие дорогие джипы. Почему тогда сейчас государство не обвиняет людей, откуда у тебя деньги? Ты, наверное, у кого-то украл. И вот сейчас тоже, если повернуться и посмотреть на деревню, все живут по-разному. Кто-то живет хорошо, кто-то очень бедно. И это не значит, что тот, кто живет богато, обязательно у кого-то что-то украл. Но это не просто, знаете, так подпольно вели такие дела. Это даже написано в учебниках у нас по истории, что раньше кулаков зажиточных крестьян раскулачивали. Прошли годы. ее брат отучился. Стал работать. И вообще как-то государство тоже, наверное, скорее поняли, что это какая-то глупая затея. Отец моей бабушки так и умер в тюрьме, кстати. Царство ему небесное. Потом со временем отпустили этих людей, которых задержали. на мой прадед не дожил. Потом началась война. Уже богатых, бедных особо не было. Все жили плохо, потому что все мужчины были на войне, на фронте. А потом после войны потихоньку семья бабушки начала приходить в себя. Что-то им вернули. Что-то они опять сами заработали и уже начали жить намного лучше. Но бабушка всегда говорит, что моя мама, то есть моя прабабушка, она была очень-очень такая сдержанная, умная женщина. Элементарно вот эта идея взять все золото, засунуть в свой пояс. Вообще не прикопаться к этой идее. Это позволило в дальнейшем более-менее хотя бы жить, когда у тебя получается все конфисковали, обвинили тебя во всех смертных грехах, при этом не имея никакой доказательной базы, никаких свидетелей, что ты что-то у кого-то взял. Раньше как бы государство пыталось сделать равенство, чтобы все жили одинаково. Бабушка рассказывает, что был колхоз, все работали на этом колхозе, но колхоз сам принадлежал, например, государству. И не было такого, что хозяин, барин, какой-то там твой сосед этого колхоза. Я считаю, что это неправильная политика. Кто-то хочет работать, чего-то добиваться, кто-то что-то придумывает, а кто-то сидит на попе ровно. Это не значит, что мы с этим человеком должны жить одинаково. В общем, поэтому, когда я рассказываю какую-то историю, я иногда, например, забываю, опускаю какие-то моменты, и мой рассказ в целом получается, как запутанная какая-то история. Сначала сказала так, потом сказала по-другому. Ой, какой большой бургер, гляньте. Интересно. Попробуем. В общем, возможно, нам тоже наши законы через лет 70 будут казаться бредом сумасшедшего. Ну, реально, кто придумал это? если ты живешь лучше, чем кто-то, тебя сажают, пытают, у кого что-то украл, как ты это сделал, ты должен жить так же, как живут все. по-другому. По-моему, это просто бред. Бабушка рассказывает, что даже магазины, в которых, например, ты что-то покупал, они были государственными, и цена была фиксированная во всех магазинах. Если ты где-то, например, за границей купил какую-то вещь и хочешь перепродать здесь, это называлось спекуляция или что-то такое, в общем, за это тоже могли посадить. Никакой свободы слова, свободы действия. Вот так вот люди жили. Сейчас у нас, слава богу, в этом плане вообще круто, да? Не только у нас, везде. Хочешь открыть бизнес? Открывай. Хочешь как-то развиваться? Да пожалуйста. Элементарно у нас сейчас есть земли в хачмазе, и получается государство помогает людям бесплатно дает удобрения. Лишь бы ты развивался, лишь бы сельское хозяйство двигалось вперед. В год один раз ты получаешь в зависимости от размеров своего участка удобрения. и небольшую сумму денежных средств. Ну, как бы материальная поддержка. Мне кажется, это круто. Единственное, чего не хватает в Азербайджане, мне кажется, это помощь малоимущим семьям. Какой-то соцпакет или что-то такое, да? когда был коронавирус, у нас всем как бы раздавали деньги, получается немного 170 монат. И тогда эти деньги не получила ни я, ни мама, ни тем более бабушка. Не потому, что мы не могли получить эти денежные средства, а просто потому, что я подумала, мы, в принципе, так и неплохо живем, мы не нуждаемся в этих 170 монатах. Я как бы даже заявление подавать, там эту анкету заполнять даже не стала. хотя это можно сделать в два клика. И многие, мне кажется, поступили по совести. Пусть эти деньги достанутся тому, кто действительно нуждается в этом. Потому, что, получается, я официально не работаю, я спокойно могла бы получить эти деньги. У нас деревенские все почти получили, эти 170 монат. Ну, в общем, к чему я это? Мало того, чтобы как-то поддерживать земледелие, любые отрасли, наоборот, сували палки в колеса. почему ты живешь хорошо? А как? А что? Ну, потом, уже бабушка, когда замуж выходила, у нее вырос брат, он стал директором в школе, по-моему, он директором был, я точно не помню, надо это уточнять у бабушки, но вроде как они уже потихоньку начали опять жить хорошо, кое-что им вернули, поняли, что все-таки эта политика не совсем правильная, колхозы развалились, магазины многие стали частными. Бургер такой сочный, прям, знаете, тает во рту. Вот поэтому я говорила в видео, что бабушка донашивала получается одежду за своей сестрой, но в то же время была из очень зажиточной и богатой семьи, которая оказалась просто на грани. Вот единственное, что им помогло в этот момент, это вот это золото, которое постоянно дарил ее, получается, отец ее маме. Как вкусно! зашла в KFC. Этого нету, того нету, третьего, десятого, ничего нету. Видимо, я очень рано зашла, возможно, из-за этого. В общем, я надеюсь, что мне удалось вам объяснить все, как было, почем. если вы видите в моих словах несостыковки, обязательно пишите в комментариях, я расскажу и объясню. Потому что иногда, когда я рассказываю какие-то истории, я могу некие моменты вообще упустить, потом во время монтажа думаю, блин, я не сказала, это то, третье, десятое. А на этом все, мои хорошие. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами была Эмили. Пока.